В Иркутской области отмечается рост несчастных случаев на водоемах. Так, с начала купального сезона в регионе погибли уже более 30 человек, в том числе и дети. Последний трагический инцидент зафиксирован в Ангарском округе. Трое подростков находились на реке Китой без сопровождения взрослых. Результат – один погиб, второй госпитализирован в тяжелом состоянии. Подробности далее. Лето в этом году выдалось переменчивое. Ясные дни чуть ли не ежедневно чередуются с дождливыми и холодными. В связи с этим жители региона не упускают редкую возможность понежиться на солнце и искупаться в местных водоемах. Однако, выбирая такой вид отдыха, многие забывают про правила безопасности. С начала летнего периода на территории Иркутской области произошла гибель 31 человека, из которого 6 детей. В связи с этим, хотелось бы от сотрудников ГИМС дать такой комментарий. Мы просим родителей следить за своими детьми и подростками, не купаться в необорудованных для купания местах. И также избегать употребления алкогольных напитков при проведении отдыха на водных объектах. Статистика ужасает. Каждый пятый погибший на воде – это ребенок. В зоне особого риска малыши в возрасте от 1 года до 4 лет. Также опасности подвергаются и подростки, которые не прочь посоревноваться в умении плавать и нырять с высоты. Старшеклассники в своем стремлении проявить молодецкую удаль зачастую переоценивают собственные силы. Желание провести время с друзьями и охладиться в жару пополнило печальную статистику несчастных случаев и в Ангарском округе. В минувшие выходные трое подростков ушли на водоем без сопровождения взрослых. Двое из них не рассчитались силы, уплыли далеко от берега и начали тонуть. В итоге 12-летнему мальчику спастись не удалось, а его 9-летний брат находится в больнице. Практически любой водоем – это место повышенной опасности. Представители экстренных служб вынуждены регулярно напоминать об этом, выходя в профилактические рейды. Главная цель – выявить детей, которые находятся на берегу без присмотра взрослых. На сегодняшний день за летний период 2023 года привлечены 10 законных представителей. В отношении них были составлены протоколы по статье 5.35 КАПРФ. Рейды проходят регулярно, согласно графику. К сожалению, дни я не буду разглашать, потому что это является секретом. Мы ездим с сотрудниками ГИМС, сотрудниками ГОЧС, берем с собой субъекты системы профилактики, сотрудников полиции и обследуем все объекты водные на предмет нахождения несовершеннолетних без законных представителей в рамках профилактики гибели детей на водных объектах. Вся информация о детях, купающихся без сопровождения взрослых, передается в комиссию по делам несовершеннолетних. Если ребенок попался повторно, то родителей могут привлечь к административной ответственности. Впрочем, это не самое страшное. Последствия таких шалостей могут быть трагическими. Потому инспекторы вновь призывают родителей проявлять бдительность. Наталья Хмелева, Олег Левченко, Местное время. Продолжение следует...